Всем привет дорогие друзья! Сегодня поговорим о банковском обслуживании. Тема достаточно актуальная. Началось все с того, что сегодня мне нужно было попасть в отделение одного известного банка, поменять там карту на новую. Я обнаружил, что там огромная очередь, но огромная очередь, вы же знаете, мне это не подходит, меня это не устраивает. Время деньги, время терять мы не можем, поэтому в очереди стоять долго. Это не для меня и не для нас, наверное, тех, кто нас смотрит тоже. Поэтому, что я придумал? Есть отделение банка, банка конкретно этого, либо у вас любое другое, не имеет значения. В общем, зависит, отчасти это зависит от концентрации населения в этом районе, где это отделение находится. Потому что, чем больше проживает людей, тем вероятнее, что там будет очередь. Потом еще, конечно, зависит от времени. Если вы пришли с утра пораньше, или наоборот, в некоторых отделениях, с утра очередь, там все женщины пожилые туда приходят, бабушки, так сказать, оплатить коммуналку. И вот сегодня тоже я пришел, и я смотрю, огромное количество бабушек, которые хотят оплатить коммуналку. Для того, чтобы в очереди не стоять, нужно найти отделение в таком районе города, такое отделение там, где бабушек живет меньше всего. Я думаю, что в нашем городе все знают, где есть такие районы, такие места, где концентрация пожилых людей меньше, чем в других районах города. Ну, разные районы в разное время заселялись. Понятно, что районы, которые заселялись раньше, ну и там разные есть спальные районы, которые старые спальные районы, там, конечно же, пожилых людей больше. И больше вероятность, что они придут в отделение банка морочить голову там какими-то дурацкими вопросами. Ну, некоторые из них, вот я наблюдал, некоторые из них даже при всем уважении. Поймите правильно, я старых пожилых, мудрых, как правильно сказать, уважаю, уважаю. Да, но при всем уважении бывает, что они, ну, откровенно говоря, просто приходят туда почесать языками, в очереди постоять, послушать новости, рассказать какие-то новости. То есть это какой-то своеобразный способ коммуникации у них. Вот они между собой таким способом общаются. Вот они встречаются в отделении банка, там, в собесе и тому подобное. Ну, а нам что? Нам что делать молодым, относительно молодым людям? Нужно выбирать район города, как я уже сказал, где отделение более спокойное. Там, где плотность населения меньше, либо там, где проживает меньше пожилых людей. Ну, а в идеалочке это и то, и другое совместить. Ну, и третий фактор времени. То есть в разных отделениях в разное время может быть очередь, а может быть свободно. Да, еще что хотел сказать, дорогие друзья, уважаемые подписчики и подписчицы. Пожалуйста, огромная к вам просьба. Научите своих бабушек, своих мам и пап пользоваться интернет-банкингом. Научите, потому что невозможно, невозможно, конечно, простаивать эти очереди. Сейчас жарко, много людей, пожилых сердечников. Вот, не дай бог что-то с ними произойдет. Ну, зачем эти лишние качели? Поэтому, просьба к вам, дорогие подписчики, научите ваших мам и пап. Пускай, насколько бы они не были консервативные, человек, когда вкуривает эту тему, он совершенно меняется его к этому отношение. Я, когда впервые попробовал Google Pay, этот Apple Pay, в общем, ну, радости моей не было предела. Так же, как и дедушки с бабушками, когда вы их научите, что можно коммуналку платить, не выходя из дома, с планшета, там, или с ноутбука, с телефона. Они вас потом будут боготворить, и они будут вам говорить спасибо за то, что вы их этому обучили. Ну, на сегодня все. Все, что хотел, сказал. Пишите комментарии, читайте комментарии, смотрите другие мои видео. Что нравится, не нравится, пишите. Ну, и, конечно, подписывайтесь на канал, дергайте за колокольчик. Слава Украине! С вами был Жека. До новых встреч!